друзья всем привет меня зовут екатерина и сегодня видео будет про метельчатой гортензии а именно про формирование гортензии на штамбе это такой будет заключающий этап в этом году вместе с вами мы формировали гортензии и начиная вот вот с этого это был один куст где я дерзко очень смело разделила корневую на две части так как саженец имел два побега меня осуждали меня ругали но у меня такой опыт был поэтому я его еще провела раз все этапы формирования собраны в одну папку я оставлю на нее ссылочку где вы можете зайти и смотреть как это все начиналось как я разрезала сначала одну гортензию и и корневую на две части посадила в разные горшочки мои штамповый гортензии которые я формировала вот недавно будем растить в этом году это какая-то такая темненькая не хватает и питания там было меньше корневой но растем растем вот это это же гортензии дальше когда она начинала расти до что я оставляла как я прищипывала и формировала уж не буду глубоко уходить в эту тему сейчас в этом видео это такой завершающий этап но сразу смотрите что получилось помните кто посмотрит первые части то была сильная корневая большая корневая так получилось так и обрезала до с одним побегом и маленькой размером с кулачок может даже меньше я думала что эта часть не выживет вот пожалуйста она цвела цвела так и не просто цела а еще с прищипкой то есть был зеленый побег и его прищипнула и увеличила тем самым количество вот этих шапок цветущих этот который был сильный он вырос зацвел фантастически очень красиво сильный ствол ну вот такой много-много цветов но у нас был ураганный ветер с дождем и сломала вот вот сломала мою гортензию на штамбе дело в том что у нее не было никакой опоры она просто стояла у меня и сломала я когда подошла на следующий день и увидел что моя штамба гортензия разделилась на две части лежит отдельная конечно очень расстроилась ну что ж вот такой печальный опыт но гортензия не сдалась то есть вся цветущая часть листиками была сломана до в которых происходит фотосинтез нет она заново выдала мне новые почки и вот что нарастила к следующему сезону вот так вот разверну вам покажу вы видите какой куст нарос сейчас мы будем ее уже готовить к зиме возьму камеру поближе и обрежем до на следующий сезон еще одна гортензия которую я формирую и также покажу она у меня в грунте но я тоже решила сформировать на штамбе так как уже прошли первые заморозки все гортензии покоричневели приобрели не декоративный не эстетичный вид можно продолжать смело делать такой последний этап формирования гортензии на штамбе в общем уже штамбе красивый но в следующем году был более сильный и пушистый нам не нужны большие соцветия так как они будут все таки ломать побеги клониться нам нужно побольше и маленькие чтобы было и такая пушистая красивая деревца и у меня еще одна гортензия в открытом грунте так как вот и соцветия некрасивая листвы почти нет я ее тоже сейчас обрежу друзья ну что он давайте поближе поставлю камеру и начнем последний этап формирования друзьям ну что начну обрезать это будет штамп уже такой двухлетний сильный да но смотрите я не буду обрезать на одну почку возле самой развилки буду отсчитывать минимум две если где-то получается то три почему для того чтобы соцветия были маленькие легкие воздушные пусть их будет много и это будет деревцем я не гонюсь за тем чтобы было три большие огромные шапки мы не хотим попасть в книгу рекордом гиннеса ну это конечно интересная идея ну не наш случай мне просто нужно красивое растение поэтому я сейчас буду обрезать напомню что были прищипки то есть первая почка вырастала я ее укорачивала наполовину и эта почка давала еще два побега все за один сезон несмотря на это растение успела процвести но чтобы ему было легче зимовать мы сейчас обрежем от развилки считаю кое-где видно что есть почечка у самой развилки где-то нет ну вот здесь не не вижу вот на расстоянии сантиметра первая почка через два сантиметра вторая да эти побеги были тонкие и не цветущие в любом случае я отдаю шанс что-то нарастить следующем сезоне дальше вот это толстый побег здесь непонятно вот первая почка считаем от развилки идет и 2 обрезаю 1 2 обрезаю вот такой будет у меня букет так аналогично здесь и получается смотрите все примерно на одном уровне здесь у самой развилки я вижу какие-то почечки ну я ее не считаю да то есть если брать развилку за почку то я режу на 3 . если не брать а вот это вот такую ярко выраженную то раз-два вот над вторым уровнем почек и еще раз-два вот оставляют такой каркас а вот эти тоненькие маленькие хвостики мы их просто вот обрежем чтобы они тут нас не путали и не забирали питание и вот этот тонюсенький побег его тоже удалю посмотрите почему я так режу как я уже сказал для того чтобы были поменьше соцветия и не шла большая нагрузка на вот этот молодой штампик вот всегда мы можем обрезать ниже в следующие года укоротить даже вот эти несущие побеги буквально наполовину но пока стволик маленький нам нужно его как-то защищать перенаправлять нагрузку так скажем да это вот первый вариант почему я так делаю дальше почему я так делаю еще такая причина если вдруг будут возвратные заморозки вот в большинстве своем проснуться вот эти верхние почки должны проснуться так в основном всегда бывает но если будут возвратные заморозки они погибнут и чаще всего просыпаются следующие почки таким образом я опять-таки сохраняю свое растение для настоящего цветения то есть несмотря на погодные условия мало ли что произойдет у меня будет еще шанс у этого растения нарастить новые почки цветочные почки так как эти побеги уже сильные вызревшие они цвели и они должны дать цветочные почки вот такой каркасик остался что касается этой гортензии друзья в принципе мы можем также сформировать штампик да то есть и что нам для этого нужно делать вот эти вот все побеги убрать укоротить вот этот сломанный нож ножку сломанную здесь оставить несколько уровней почек обрезать и давать в следующем году расти только этой части и это будет штамп сделаем так хотите я думаю хотите давайте посмотрим что получится не жалеем абсолютно у меня много гортензий поэтому сразу вот этот сломанный хвостик чтобы вы видели да вот уберу листики я его укорочу буквально на сантиметр от развилки вот так обрезаю убираю вот эти все побеги и в следующем году если что-то здесь начнет просыпаться какая-то почка мы ее быстренько выламываем не даем ей возможности развиться и забирать силы у растения в общем будем формировать опять штампик да ну вот остался один побег к сожалению он не процвел да и не было даже у него шансов процвести это как бы усугубляет процесс формирования но все же я думаю будет она цвести паутина поэтому что мы сделаем раз два три оставим три уровня почек то есть между узле вот где листики откуда будут идти новые побеги здесь заложены почки над листиком вот и так как их три то я называю это уровнем почек так как они расположены на одной горизонтальной поверхности оставляем три уровня почек раз два три отступаю где-то около сантиметра и обрезаю вот эту макушечку ну вот такая будет в следующем году гортензия на штампе так как ствол этот сильный уже да он и пострадал видеть он и ломался все равно он пустил много побегов роз в общем он хочет быть гортензии на штампе поэтому оставляю следующем году вот этих пазуха вот где листики пойдут новые побеги не будет красивая пушистое дерево на ножке так друзья сейчас переместимся мы еще к одной магии гортензии которая предположительно такого white lady white lady по моему да то есть с такими мотыльковыми легкими цветочками соцветиями белого цвета я и тоже формирую на штампе и сейчас самое время быстренько обрезать ее юбочку пойдемте туда друзья у меня все продолжается стройка никак не закончится поэтому везде песок и все остальное а я хочу вам показать еще одну гортензию которая обрежу вместе с вами я ее формирую на штампе формирование гортензии на штампе не представляет собой некого сложного процесса и у меня есть подборка по формированию гортензии на штампе 2024 то есть весь этап сначала с ранней весны подробно как я щипаю каждый побег вот все рожу все дотошно рассказываю может даже и нудно да ну вот это гортензия которая имеет а мотыльковые соцветия воздушные легкие стерильные цветы немногочисленные их очень мало это гортензия которая не розовеет и я ее тоже решила сформировать сразу задала структуру то есть один побег ровненький самый сильный большой подвязала к опоре и также прищипывала молодые побеги в этом году я прищипнула соответственно я увеличила их в два раза то есть мы забрали конечно много питания у растения но они все процвели вот вот этот ярус он весь процвел а вот эта юбочка которую мы сейчас с вами обрежем до которая нужна была мне только в этом году я хочу чтобы можжевельник здесь зелененький стелился и такая была зеленая площадь здесь зеленый ковер это кстати можжевельник green carpet медленно растущий очень низкий колючий но любимка моя это будет в качестве небольшого маленького деревца у меня на ножке с такими необычными цветами очень очень я вот хочу вижу это деревце возможно я даже думала когда-то поменять их местами вот эту елочку дейзи white который цветет желтым цветом весной прироста желтого цвета весной сюда пусть бы доросла гортензио на ее место кстати как вам такая замена местами есть такая у меня идея в общем сейчас юбочку уберу вместе с вами поставлю камеру поближе да так для начала я уберу вот эту всю нижнюю часть ей называла юбочка которая помогала моему растению быть пышным в этом году пока вот формировалась эта пышная шапочка сейчас мы это все ури убираем вырезаем на уровне земли и если в следующем году там что-то проснется мы тоже это уберем так вот это мы убираем смотрите сколько много просто на уровне земли до обязательно я думаю что-то с нижних почек там проснется но это мы все сформируем в следующем году до сильно уже такой каркас но у меня таких гортензий о какой толстый много в смысле с такими матриковыми соцветиями которые растут большими кустами а с это я хочу просто друзья красиво миниатюрное деревце ну вот обрезала смотрите осталась ножка красивая ножка и вот такая шапка друзья как вам такой цвет охры в хвойной зеленой клумбе на мой взгляд супер смотрится но вот я голела ножку вместе с вами вот такая пышная шапочка получилась все побеги прищипывались в этом году вот смотрите вот была прищипка то есть это был один зелененький побег который я обрезала с него пошло два аналогично и здесь аналогично здесь пошло три маленькие ну ладно потом опять таки смотреть какая сильная гортензия из этого прищипленного побега раздвоенного на две части пошел еще один и соответственно в общем так везде что я делаю для того чтобы была пышненькая крона маленькие соцветия я хочу что пышная шапочка была здесь плюс чтоб у нас был шанс возобновиться если вдруг будут возвратные заморозки и не раз поэтому обрезка будет конечно же не на одну почку не люблю так и об этом часто говорю так поэтому вот эту вот малютку мы уберем вот такие хвостики маленькие так это вообще вот сломалась сама так а здесь раз-два вот так же над 2 . отступаю сантиметр здесь раз-два и так пройдусь вот здесь тоже возможно будут почки какие-то проснуться спящие есть но я ее не считаю сейчас за почку поэтому раз-два сантиметр раз-два обрезаю раз-два обрезаю и здесь раз-два вот такие будут тоненькие но пышные вот это вот по центру я кстати тонюсенькую уберу мне не нравится она уж сильно она тоненькая а здесь на 2 здесь вот на одну тоже очень тоненькая эту я тоже уберу полностью так надо обрезать чтобы не оставалось пенечков и здесь раз-два такой сильный побег все обрезала гортензию хотя лучше было бы это сделать весной так в принципе потому что тоненькие мотыльковые такие легкие воздушные соцветия не очень красиво покрываются снегом ну ладно раз я уже вам показываю этап формирования гортензии на штамме все этапы то уже завершим этот процесс но в следующем году лишь буду вам показывать это красивейшее цветение друзья гортензии сейчас приобрели такой красивый цвет цвет охры это фантастика мне очень нравится я не обрезаю свои гортензии на зиму всегда оставляю вот такие на метелочки соцветия мне нравится как они украшаются от зимой соцветия усыхают и становятся такими более легкими воздушными на них падает снег это конечно очень все красиво но такие гортензии вот как эти эти штамбики я конечно обрезаю так как у них плотные густые соцветия и они могут разламываться снегом вот единственное что я обрезаю то гортензии на штамме но если у меня вот как я сформировала одну гортензию будут мотыльковые цветы то я обрезать уж следующем году их конечно же не буду а все остальное видите как украшено мне нравится эта клумба у меня в планах опять таки на переделку на переделку и видите стоят горшочки это то что я планирую сюда еще подсадить работы очень много работа приятная но в следующем году покажу что станет этой моей клумбой друзья в этом году я показала вам как формировать гортензии на штамме кстати вот эти вот две штамбовые гортензии я также разделила из одного кустика и они уже много лет цветут фантастически радуют меня в этом году я очень коротко их обрезала может сказать где-то на одну на две почки были вот такие огромные соцветия сантиметров под 40 и конечно же их манала там и и ветром и дождем это было ужасно поэтому я решила буду обрезать на большее количество почек чтобы они хорошо справлялись с погодными условиями пусть лучше будут соцветия маленькие но будут все не будут ломаться от ветра небольшого дождя на этом с вами буду прощаться если вам видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до встречи всем хорошего дня